Уважаемые близнецы, всем доброго времени суток. Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 25 сентября по 1 октября. Включительно, что вас ждет в этом периоде. Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Я вас всех приглашаю к своему столу. События этой недели мы просматриваем в общем. Все, что касается вашего дома, быта, семьи, взаимоотношений. Рассматриваем профессиональную сферу, карьеру, работу, возможные доходы, расходы, кредитные линии для тех, для кого это важно. Подведем итоги этой недели. Посмотрим, какими для вас могут быть выходные дни и что в скрытых факторах. В скрытых факторах может быть как позитив, так и негатив. Также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. И сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания. Карта, которую я достану в произвольном порядке, самая последняя и ответит на загаданный вами вопрос. Поэтому думайте о своем желании. Колода настраивается на вас. И также напоминаю, что все те, кто знает свой асцендент, просмотр вы можете делать как по асценденту, так и по своему основному знаку зодиака. И то, и другое. Верно. Колода полностью готова. Кому нужно больше времени на свой вопрос желания, нажимайте на паузу, а я начинаю выкладку. Уважаемые близнецы, все карты перед вами, и я приступаю к чтению вашего расклада. Ваш расклад начинается с очень гармоничной карты старшего аркана. Это мир. И эта карта говорит о возможностях, о хорошем настроении, о прекрасном запасе энергии. То есть вы входите в начало этого периода полны сил. И у вас есть масса желаний что-то делать и себя реализовывать. Потому что эта карта говорит о том, что я хочу себя реализовать. Для многих из вас карта мира говорит о том, что в прошлом и в дне сегодняшнем у вас уже есть какие-то достижения, успехи, но хочется большего, хочется лучшего. И по этой карте для вас все абсолютно возможно. Ничего невозможного для вас по этой карте нет. Эта карта показывает целый мир. А это может говорить о том, что кто-то из вас часто, может быть, засиживается в соцсетях. Или, может быть, вы с помощью интернета ищите для себя информацию, способствующую вашему развитию. Карта может показывать огромный круг общения, друзей, людей. Это как старые контакты, которые вам могут быть полезны. Это и новые люди в вашей жизни. Возможно, кто-то сейчас находится за границей, а кто-то, может быть, только планирует путешествия, потому что эта карта показывает огромные расстояния или масштабы, которые есть в вашей голове, в ваших планах. То есть вам хочется свои позиции в чем-либо расширять или улучшать. По этой карте вам помогают сами высшие силы. Ну, карта хороша и для работы, и для учебы, и для отдыха, и для взаимодействия с другими людьми. Поэтому все важные дела вы можете начинать решать уже прямо с понедельника. И начало периода предвещает быть успешным, удачным. Но на входящие события выпала не совсем приятная карта. И это тройка мечей. Тройка мечей, к сожалению, может говорить об огорчениях в любви или о том, что вас что-то в личной жизни расстраивает. Или кто-то ранит ваше сердечко. Эта карта также диагоналит семеркой монет, которая выпала в дом ваших финансов. А это может говорить о том, что вас могут огорчать те расходы, которые могут возникать в этом периоде. Но в целом я вижу перед собой очень даже неплохой расклад. В центре мы видим короля чаш. И если говорить о мужчинах, близнецах, эта карта может показывать вас собственной персоной. Показывает вас как человека очень открытого в отношении других людей. Умеющего выстраивать отношения. Умеющего со многими людьми находить общий язык. Но судя по тому, что это все-таки карта короля чаш, короля чувств и эмоций, даже мужчинам по этой карте может не хватать любви. И вот эта карта говорит о том, что вы думаете о своей личной жизни, о том, что в ней происходит. Для творчества, для работы карта очень успешная. И многим из вас она предвещает стабильную работу и хороший заработок. Как мужчинам, так и женщинам. Но если говорить о женщинах, близнецах, то на вашу жизнь большое влияние может иметь мужчина, которого как раз мы и видим в центре вашего расклада. Для кого-то карта может показывать супруга, для кого-то друга, для кого-то, может быть, родственника, партнера в работе или любимого человека. Может быть, это тот мужчина, который вам не безразличен, и вы думаете о нем. А этому мужчине не безразличны можете быть вы. Тем более, что рядышком выпала двойка чаш, которая как раз и говорит о том, что вам важно быть в паре. В вашем раскладе я вижу не одну карту монет. Это семерка монет, которая выпала в свой собственный дом, дом финансов. Рядышком я вижу пажа монет. В скрытых факторах я вижу рыцаря монет. Также я вижу в основе расклада десятку монет. И рядышком старший аркан солнышко. Все это говорит о том, что многие из вас способны очень неплохо зарабатывать. Хотя сейчас я вижу, что вас не все устраивает финансово по семерке монет. И, конечно, вам хочется улучшать свое финансовое поле. И, может быть, вы подумываете о дополнительных источниках дохода. Может быть, об обновлениях в основной работе или вообще о новых проектах рабочего характера. Потому что в скрытых факторах я также вижу карту шута. Но что интересно, вы действительно можете подзаработать. Потому что рядышком с шутом в скрытых факторах я вижу рыцаря монет. А это говорит о том, что либо вы кому-то можете предлагать свои услуги, свои знания. И это будет востребовано. Либо кто-то к вам может идти с хорошими предложениями. И эти предложения для себя вам также стоит рассматривать. Даже на внешний мир для вас выпала карта Пожа монета. Это говорит о том, что в основном заботы материального характера. И для того, чтобы у вас что-то было, нужно ежедневно трудиться по этим картам. Но здесь вы проявляете и старание, и терпение. Вы знаете, что без труда не выловишь рыбку из пруда. Те, у кого есть долговые или кредитные обязательства, тоже могут быть некоторые сложности с отдачей. Но отдавать, закрывать свои долги вы можете. Если кто-то обдумывает новые кредитные линии, то с этим пока спешить не стоит. Хотя я вижу, что у кого-то есть такие мысли. Рискну, возьму кредит. Даже если до этого и дойдет, и вы все-таки настойчиво захотите оформить кредитную линию, если меня смотрят женщины, то вам нужно будет заручиться поддержкой мужского лица, чтобы закрывать этот кредит с кем-то вместе. Если говорить о мужчинах, то вам в большей степени нужно будет рассчитывать на самого себя и на свою трудоспособность. Любые сделки средней руки в этом периоде вы можете проворачивать. И в общем-то они предвещают быть успешными. Поэтому без доходов вы не будете. Даже те, кто не работает официально, или вы, например, сейчас на пенсии, или в силу других причин дома, я все равно вижу, что вы занимаетесь чем-то полезным, нужным и важным. Давайте все-таки для вас возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу тех, кто при работе. И также возьмем карты для тех, кто не работает. Что вам нужно знать для тех, кто при работе? Для вас выпала карта Папесы, карта Верховной Жрицы. И если говорить о мужчинах, то на вашу жизнь очень сильно и на вашу профессиональную сферу может влиять женщина. Для кого-то, конечно, карта может показывать начальницу, коллегу, но не обязательно. Эта карта может показывать абсолютно любую другую женщину, даже из внешнего мира, которая для вас очень важна, потому что к советам этой женщины вы будете прислушиваться. То, что касается работы, как подсказка. Эта карта говорит о том, что в работе вам нужно быть крайне внимательными, в чем-то даже осторожными. И то, что касается людей, с которыми вы взаимодействуете, все-таки нужно со многими держать субординацию. Так как все-таки это карта тайной информации. Возможно, меня смотрят женщины, которые чувствуют в себе способности, и, возможно, вы хотели бы заниматься магией, мантикой, и все это вам может быть интересно. Если меня смотрят женщины, которые уже являются практиками в такой сфере, здесь я вижу большую грамотность, основательность, и то, что вы действительно способны помогать людям, но сами для себя вы понимаете, что совершенству нет предела, поэтому вы всегда учитесь и совершенствуетесь. Какую бы работу вы не исполняли, чем бы вы не занимались, неважно, независимо, какая у вас профессия, эта карта в любом случае говорит о том, что нужно продолжать развиваться. Также очень хорошая карта для врачей, учителей, астрологов, психологов, для всех тех, кто работает с человеческим сознанием и подсознанием. То, что касается самой работы, у вас почему-то есть некая двойственность и неуверенность. Эта карта может показывать некоторую нестабильность, или может просто говорить о том, что вы боитесь нестабильности в работе, потому что по этой карте вы как будто бы не знаете, чего ждать завтра. И, конечно же, верховная жрица – это женщина, которая всегда пытается просчитать все варианты наперед. Но как бы вы не были умны и грамотны, эта карта говорит о том, что всего предугадать вы не можете. Почему? Потому что по этой карте есть какие-то факторы, обстоятельства, которыми управляете не вы, а которые управляют вами. В любом случае на рабочие процессы, может быть, и сейчас, и немножечко позже, будет влиять еще одна женская особа. От женщины что-то будет зависеть. Но по этой карте тут принимаются важные решения, и в работе важно не допускать ошибок. Возьмем для вас еще одну дополнительную карту. Это восьмерка Пентаклей. Работа будет, заказы будут, и работы будет очень много. Только успевать. То есть постоянная занятость по этой карте вам гарантирована, и хорошая оплата труда по этой карте тоже вам гарантирована. Притом, те, кто совмещает работу и учебу, вы все будете успевать. Возьмем теперь карту для тех, кто в этот период вошел, не работая. Но, например, вы работу активно ищете, и для вас выпала карта Туза Жезлов. Эта карта уже говорит о новых начинаниях. И, скорее всего, даже на этой неделе у вас в руках будет уже интересная информация, которой вы сможете воспользоваться. Это могут быть ваши собственные идеи, которые вы захотите воплотить в жизнь. Может быть, ваши проекты, которые вы хотите запустить. Но это могут быть и любые другие предложения, интересные для вас от других людей. Если вы захотите запустить что-то свое, явно вам будет кто-то помогать. Это будут и конкретные люди, которые будут заинтересованы в вас или в вашем вопросе, но и сами высшие силы вам будут помогать. Также карта, как совет, говорит о том, что если вы до сих пор в некоторых затруднениях, как можно большему количеству людей дайте знать о том, что у вас есть такая-то проблема. Ищу работу. И к вам непременно придет нужная информация, потому что кто-то вызовется вам помочь. Вы показаны, как люди очень инициативные, и вы не привыкли по этой карте сидеть без дела. Возьмем для вас еще одну карту. Это Паш Жезлов. Еще одна карта активности. Она может говорить о том, что в чем-то у вас не хватает просто-напросто информации, которую вам предстоит получить. Или, может быть, вам что-то по этой карте нужно лучше изучить. Или, если говорить для вас о совершенно новых проектах, возможно, у вас немножечко не хватает опыта или действительно знаний. Но вы сможете запросто чему-либо подучиться, потому что карта показывает ученика, подмастерье. По Паш Жезлов вы очень быстро будете входить в курс дела и очень быстро будете нарабатывать нужные навыки. Поэтому проблем для вас я не вижу. Даже если меня смотрят те люди, которые, например, дома, или вы действительно на пенсии, карта Туза Жезлов может говорить о том, что в вашей голове все-таки есть идеи того, как вы хотели бы, например, подрабатывать. И я вижу, что вы мыслите правильно. Поэтому развивайте свои идеи и мечты. Многое должно получаться. Как видите, карты хорошие. Ну а теперь перейдем в ваши личные отношения. Вначале заглянем к нашим семейным парам. Для семейных пар выпала Тройка Жезлов и карта Двойки Чаш. Карты говорят о том, что в этом периоде вы друг другу будете всячески помогать. По крайней мере, ваша вторая половинка идет к вам навстречу. Вы по Тройке Жезлов больше увлечены своими делами, своими заботами, тем, что может касаться внешнего мира, вашей социальной активности, общения с другими людьми. Конечно, Тройка Мечей может говорить о том, что часто бывают конфликты или часто вы друг друга не понимаете. Но по этим двум картам в этом периоде многое можно наладить и исправить. То, что касается вашего партнера или партнерши, здесь явно есть чувство в отношении вас. Но при этом где-то ваша вторая половинка вами может пытаться манипулировать. Скорее всего, подсознательно вы это понимаете, но вы также стараетесь сохранить семью. Даже если вы внешне проявляете некоторое равнодушие, все равно я вижу, что вы для своих близких делаете очень и очень многое. Это касается не только вашей второй половинки, это может касаться и ваших детей, и внуков, у кого есть дети, для кого-то родителей, потому что я вижу, что вы всем, буквально всем пытаетесь действительно помогать. Возможно, кто-то работает не выходя из дома. Для работы дома тоже очень гармоничные карты. Для тех, кто работает посредством интернета, об этом может говорить и первая карта вашего расклада, и троечка жезлов. Даже будучи дома, вы способны неплохо зарабатывать. Я вижу, что вы постоянно ждете информации издалека, которая для вас важна. Также по тройке жезлов в доме могут происходить любые позитивные изменения. Возможно, вам захочется что-то обновить в самом доме, в самом жилище. И все это вы со своей второй половиной можете обговаривать. Даже если ссоритесь, все равно будете мириться, и я вижу, что вас еще ждет много хороших моментов, по крайней мере, на этой неделе. Ну, а теперь давайте посмотрим, что ждет наших свободных близнецов. Для свободных первой картой выпало солнышко, старший аркан, десятка пентаклей, и карта старшего аркана, мага, два старших аркана, и между ними замечательная десятка монет. Три карты великолепны. Во-первых, они вас показывают, как человека энергетически очень сильного и уверенного. Вы как ясное солнышко. В свое ближайшее окружение вы буквально притягиваете других людей, потому что с вами хотят общаться. Вы интересны другим людям. Вы можете быть публичной личностью, общественным деятелем, или во многом очень грамотным человеком, который может своим опытом или своими знаниями делиться с другими людьми. И по этим картам у вас всегда будет группа поддержки, или будут слушатели. Те, кому интересно все то, что вы транслируете во внешний мир. По магу, возможно, у кого-то даже есть магические способности, или вас интересует действительно магия, или психология. Многие из вас хорошие ораторы. У многих из вас может быть прекрасно поставлена речь. Вы можете являться очень хорошими организаторами, также исполнителями. Поэтому любую работу, какую бы вы ни делали, вы делаете на отлично. Десятка монет – это очень хороший заработок, и в этом периоде вас может ждать крупное финансовое поступление. Для кого-то это могут быть деньги от основной работы, для кого-то это может быть даже подработка. Но даже если вы не работаете вообще, обе карты и солнышко, и десятка монет показывает семью, то, что кто-то из близких готов будет вам помочь. И на все текущие нужды деньги у вас явно будут. По десятке монет в этом периоде могут быть крупные покупки, приобретения для себя, для дома, для близких людей, которых, возможно, вы захотите чем-то порадовать или побаловать. Также по этим картам вы сможете не только хорошо поработать, но и неплохо отдохнуть при желании, если вы сами себе этот отдых организуете. По солнышку и по десятке, возможно, вас кто-то куда-либо приглашает в гости, или к вам может кто-то приходить в гости. Тут могут быть и подарки, и знаки внимания. И вы себя по этим картам будете чувствовать вполне счастливыми, востребованными людьми. То, что касается личной жизни, несмотря на то, что ваш расклад выпала, троечка мечей, которая говорит о том, что в душе есть огорчение, по этим картам ваша личная жизнь во многом зависит от вас самого или самой. По магу вы показаны как хозяин своей судьбы или хозяйка. Если вы на сегодняшний день с кем-либо встречаетесь, я вижу, что ваши отношения будут развиваться, потому что вы друг другу интересны. По уровню знаний и интеллекта во многом вы друг другу можете не уступать. Но где-то по магу, возможно, вы своего партнера в чем-то подавляете. Или у вас может быть ощущение того, что партнер пытается вас немножечко преломить под себя. Конечно, здесь могут быть и некоторые манипуляции в этих отношениях. Но, скорее всего, вам двоим это подходит. Также не исключу и то, что, возможно, кто-то имеет дело с человеком несвободным. Человек, который семейный. Я не вижу того, чтобы тот человек расстался со своей семьей. Но и вас этот человек терять тоже не хочет. Для тех близнецов, которые по-прежнему все-таки свободны, общайтесь, знакомьтесь. А по солнышку и по магу у вас такое общение непременно будет. Не исключу также и то, что кто-то из вашего ближайшего окружения может пытаться вас с кем-либо познакомить. Вы показаны как очень яркая личность, поэтому вы не имеете права быть одинокими. И по магу, я так полагаю, что кто-то из вас действительно сейчас обдумывает что-то для себя в корне новое, интересное, связанное с неким новым опытом, как эксперимент. Вы с чем-то хотите поэкспериментировать, и свои идеи вы будете обсуждать со своим ближайшим окружением, потому что вас здесь кто-то тоже будет поддерживать. Ну а теперь давайте посмотрим, что в скрытых факторах. В скрытые факторы выпала карта Глупца, карта Рыцаря Монет и карта Пятерки Жезлов. Обращаю ваше внимание на то, что в этой колоде именно карта Глупца, а не Шута. И это тоже может говорить о многом. Прежде чем начинать что-то новое, вы должны понимать, что любой риск должен быть оправдан. А по Шуту, возможно, в каких-то новых проектах у вас сейчас недостаточно хорошая почва под ногами. Может быть, недостаточно информации, может быть, недостаточно знаний. Поэтому для того, чтобы действительно что-то получилось, предстоит по Рыцарю Монет хорошенько потрудиться. Также эта карта может показывать любые финансовые вложения в отношении любых новых проектов. Я также вижу и то, что кто-то из вас хочет немножечко попутешествовать или куда-то поехать отдохнуть. Но при этом сейчас вы можете быть очень привязаны к своей основной работе, те, кто работает. И если вы сейчас бездумно куда-то уедете надолго, то в работе у вас могут возникать конфликты, потому что рядышком выпала пятерка жезлов. Это карта борьбы и конкуренции. То есть кому-то это будет не нравиться. Даже если не говорить о длительном отдыхе, поездках, по шуту это может быть просто желание иметь больше свободного времени в этом периоде. И, возможно, вы захотите взять какие-то отгулы или выходные дополнительные. Эти карты говорят о том, что пока этого делать не следует. По крайней мере, надолго расслабляться по карте глупца нельзя. То, что касается профессиональной сферы, здесь у многих действительно может быть большая конкуренция. Те, у кого есть дети или ребенок, я вижу, что вы очень много готовы дать своим детям. Ваши дети могут быть тоже развитыми, грамотными. Но даже будучи взрослыми, все еще способны совершать ошибки. Но у них на все есть свое мнение, своя позиция. И иногда не вы учите детей, а уже дети начинают вас учить чему-либо. На завершение этого периода для вас выпала десятка чаш. Это говорит о том, что все-таки в выходные дни, как и положено, вы сможете отдохнуть. Карта семьи, дома, радости и возможного любого праздника. Возможно, действительно у кого-то намечается торжественное событие, свадьба, день рождения, юбилей. Но это может быть просто отдых с близкими людьми. И то, что вы захотите действительно внимание уделить дому и родным людям. Не обязательно то, что в выходные дни вы будете привязаны к дому. Возможно, вы где-то все вместе с семьей захотите побывать на природе, куда-то пройтись, куда-то поехать. Но вместе. Так как в основе вашего расклада выпало сразу две десятки, и обе десятки хорошие, 10 монет и 10 чаш, скорее всего в вашей жизни будет что-то меняться. Это будут какие-то новые обстоятельства, которых вы сейчас еще не видите. Но для вас они будут позитивные. Поэтому, в общем-то, по раскладу все идет неплохо. Давайте посмотрим на карту основного совета или карту форс-мажора. И здесь мы видим еще одну карту монет. И в данном случае это король динариев. И для женщин, и для мужчин эта карта может показывать мужское лицо, человека, с которым вы будете связаны работой или финансами. Так как эта карта является для вас советом, она говорит о том, что, возможно, с мужчиной вам нужно посотрудничать. Или есть мужчина, с которым вам нужно улучшить отношения. Может быть, укрепить какие-то финансовые дела или финансовые сделки. Но так как эта карта и форс-мажора, она может говорить о том, что вас на ближайшее время все-таки ждет финансовая стабильность и хорошие финансовые поступления. Для женщин дополнительная поддержка мужского лица. Ну а теперь давайте посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала восьмерка чаш. Пока эта карта дает ответ «нет», но нет только по той причине, что вы сами поменяете свои планы. Если вопрос касался личных отношений, и вы спрашивали, буду ли я с тем или иным человеком, по судьбе ли он мне, эта карта может говорить о том, что нет. Вы сами готовы будете уйти из этих отношений. Если это что-то то, что касается работы, творчества, в том, что вы задумали, могут быть некоторые либо разочарования, либо вас просто кто-то подведет, те люди, на которых вы рассчитываете, или кто-то не поймет ваших мыслей, ваших идей. Поэтому, может быть, и планы у вас будут меняться. И также я вижу, что в отношении вашего вопроса есть большая конкуренция, независимо от чего этот вопрос касается. И здесь могут быть любого рода помехи дополнительные. Давайте возьмем еще несколько карт из «Оракула». Для того, чтобы дополнить ваш расклад, я надеюсь, что будет интересно. Несколько карт на дополнение. И уже первая карта выпла карта «Ворона». Это всегда предчувствия. Это какие-то тревожные мысли, которые вас могут одолевать. Это напряжение. Это повышенная внимательность в чем-либо. Давайте смотреть, чего это может касаться. Рядочком выпла карта «Марионетки». А это говорит о том, что у вас ощущение того, что вами постоянно кто-то манипулирует. И ваши предчувствия по «Ворону» могут быть небезосновательны. Это действительно так. Возьмем для вас еще одну карту. Карта «Ягненка». Она показывает вашу беззащитность перед кем-то или перед чем-то. Или может говорить о том, рядышком с «Марионеткой», что те люди, которые вами манипулируют, прикидываются бедными овечками. Ну и давайте для вас возьмем еще одну дополнительную карту на совет. Карта «Воздушная стихия». Это ваша персональная карта. Что поможет вам все-таки найти выход из таких ситуаций? Это исключительно ваша логика и ваш интеллект. Потому что эта карта полностью вашего мышления. Здесь не просто изображение воздушной стихии. Здесь как водоворот. Здесь как воздушная воронка, в которую вы как будто бы попадаете. А это говорит о том, что в жизни ваши события могут развиваться весьма спонтанно. Возьмем для вас еще одну карту. Не нужно все. Вот эту на спонтанно точка. Но даже из самых сложных ситуаций вы способны найти выход из положения. Уважаемые близнецы, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Все те, кому нравится подача информации. Оставляйте обратные комментарии. Пишите, как карты с вами проигрались. Я вам всем желаю хорошей, замечательной недели. И всех вас жду в следующих недельных прогнозах. Всем до свидания.